Сейчас переходим к новой части, большей части и такой более для нас существенной, которая касается чистое и нечистое, можно назвать и святое и не святое. Если мы говорим о жертвоприношении, они для нас важны, но жертвоприношения мы можем в переносном смысле понимать, то здесь некоторые законы идут в прямом смысле, касающиеся и нас. И третья глава называется Шмини, 8-й Шмини. Это глава Ваикра, Левит, 9-й главы 1-го стиха по 11-ю главу 47-ю. И Гафтара, 2-я книга Самуила или 2-я царств, 6-я глава с 1-го стиха по 7-ю главу 17-ю стих. А Сефарды, тоже 2-ю Самуила или 2-я царств, 6-я глава с 1-го по 19-й стих. Итак, это восьмой день посвящения Кагену. Мы говорили о жертвоприношении. И конец главы ЦАФ говорит о том, как 7 дней готовились сыны Аарона, Аарон и его сыновья, к служению. А дальше говорится то, что было на восьмой день. И было на восьмой день призвал Маше Аарона, сыновей его и старейшин Израиля. И сказал Аарону, возьми себе бычка молодого для грехочислительной жертвы и барана беспорока для всесожжения и предостав перед Богом. Хорошо, а дальше 9-я глава, 3-й стих. И сказал Маше Аарону, вот о чем говорил Бог, в приближайшийся ко мне буду свят и перед всем народом прославлюсь. И умолк Аарон. Очень интересно, что между двумя этими стихами, даже логически, мы видим, что нечто произошло, правда? Нечто произошло, потому что, если по логике, ну, сказал Бог Аарону, возьми там бычка, сделай то-то, то-то. И тут же, вот о чем говорил Бог. Вот я о чем говорил. Вот, оказывается, о чем я говорю, будьте святы, да? То есть, нечто произошло событие, и можно сказать, что там дальше уже более подробно рассказывается об этих событиях, то, что произошло смерть двух сыновей и Аарона. И именно поэтому Аарон сделал для себя определенный вывод, да? И сказал Маше Аарону, вот о чем я говорил, о чем говорил Бог, приближайшийся ко мне, буду я свят, перед всем народом прославлюсь. И умолк Аарон, да? То есть, Аарону в ответном замечании Маше нечего было сказать. Хорошо. Итак, здесь есть вопросы такие, что произошло на восьмой день, да? О смерти Надава и Авиу, и дальше говорится о определенных запретах для КГНов, частных запретах употреблять вино, об указаниях для КГНов относительно частей жертвоприношения, которые они берут в себе, указания о сроках годности мяса жертвы и о вопросах ритуальной чистоты, нечистоты, и это касается того, что мы говорим, кашрут. И общее предупреждение об отделении чистого и нечистого. Видите, было в восьмой день. Слово число восемь имеет какой-то определенный смысл. Какой-то определенный смысл, потому что шмини означает восьмое. Многие праздники Израиля, да? В частности, Песах семь дней проводится. Вот, дальше, когда мы отсчитываем время для чего-то, мы тоже берем семь раз, по семь, да? И еще один праздник, который мы празднуем осенью, это какой? Сукот. Он сколько празднуется? Семь дней, а потом восьмой – шмини. Так же, как и называется эта глава. Вот число семь, оно очень важно. Семь лет творения, семь лет цикла шмиты. Семь шмит заканчивается юбилейным годом. Семь шавуот заканчивается праздником, да, шавуот. Семь дней праздника Песах. Через семь недель шавуот. Осенью семидневный праздник Сукот. Восьмой день Сукот будет определенный праздник, да, в шмине. Ацерет и в Израиле Симхат-Тара, а в Галуте на следующий день Симхат-Тара. Каждую субботу для чтения недельной главы традиционно вызывается семь человек в синагоге. А также, когда женится, да, семь благословений. Невеста семь раз кружит вокруг своего избравника. Отсюда и выражение – окрутить, да? Дальше. Семь благословений. Сторжества продолжаются семь дней. И когда супруги говорят законы, семейные числоты. Даже тут слово «семь» как бы включается. Семь чистых дней, так называемых. Родить сына, жена тоже. Женщина – определенное число. Семь дней нечиста. Потом проводятся определенные периоды. Тоже связанные с семидневными и так далее. Семь ступеней в европейской музыке. Семь цветов радуги и так далее. Так это прочно закреплено у нас семь. И на восьмой. Восемь – это, отметьте, да, это новое начало. Если число семь означает полный цикл, то восемь – это начало более высокой степени. Поэтому, как говорится в книге Клей и Акар, семь – это будни, восемь – это святость. Да? Хорошо. На какой день обрезают ребенка? На восьмой. Отсюда известная пословица. Семь раз отмерь, один раз что? Отрежь. Все еврейские пословицы, они пошли. Только люди не знают, при чем тут это. А почему семь? А семь почему? Потому что ряд музыкальный и кинор музыкальный, который пользовались левиты, был семиструнным. А кинор эпохи Машиаха, как утверждает Талмуд, будет иметь восемь струн. То есть семь нот придумали кто? Левиты, да? И она так, европейская музыка от евреев и пошла. Но Талмуд говорит, что в приход Машиаха будет восемь струн. И когда мы встречаем восемь, например, Ханукея, да? И одна из свеч символизирует кого? Ишуа, Мессию. Итак, взяли сыновья Аарона, 10 глава 1 стиха. Надав и Авиу каждый свой совок, возложили в них огня, и возложились весь благовоние, и воскурили перед Богом огонь чуждый, которого он не велел им. Что же это за чуждый огонь? Раша, например, говорит так, что сыны Я Аарона не слышали из уст Маше закона о том, что кроме огня, который вышел от Бога, нельзя людям зажигать огонь на жертвеннике. Дело в том, что и первый храм, да, и второй храм зажигал кто? Жертвенники. Бог. Бог, да? Бог зажигал. Шел огонь сверху. Мы тоже помним, как сходил огонь на жертвенник Ильи, да? И нельзя было использовать какой-либо другой огонь, кроме небесного. Ну, говорят еще, что во втором храме был спрятан еще огонь, который спрятал, да, Иеремия в пещерах под храмовой горой. Ну, если мы почитаем Маковейскую, то там мы видим, что огонь был зажжен, когда они полили евреев нафтой, да, нафтнефть, да, и яркое солнце зажило огонь. Огонь. Ну, как оно было, мы не знаем, но это был особый огонь, который нельзя было использовать для какой-либо другой цели, правда? Значит, грех их заключался от того, что, принеся огонь для всесожжения, они сами толковали закон, хотя они должны были спросить у Аарона или у Маше. То есть, ученик, толкующий закон перед лицом своего учителя, достоин смерти. Так, согласно другому мнению, поскольку говорится, что сразу после этого трезвость надо соблюдать, да, не пить вина, что, возможно, они перед этим выпили вина. Да, и третье мнение, что все у них было правильно, но у них был не тот огонь в сердце, в сердце, да, потому что в сердце у нас что должно быть? Эш, огонь, да. Но у них не был огонь служения перед Богом, у них был такой, вот какие мы красивые, какие мы умные, и вот посмотрите, как мы хорошо все это делаем, да? И вот тут они получили поражение. Поэтому, видите, и вышел огонь от Бога, и пожрал их, и умерли они перед Богом. Хорошо. Дальше. И скажи, сынам Израиля, возьмите козла для жертвы греха очистительной, бычка и ягненка одноведнего без порока для всесожжения. И вот тогда понятно, о чем говорил Бог, приближающийся ко мне, буду я свят, да? И позвал Маше, Мишаэля, Эльцафана, следови Узиэля, дяди Аарона, и сказал им, подойдите, вынесите братьев ваших из святилища за стан. Узиэль был братом отца Аарона, Амрама. Аарон любил людей и делал все, чтобы приблизить дикторий. И встретив грешника, он приветствовал его как друга. И когда этот человек собирался совершить грех, он думал, как могут смотреть в глаза Аарону, если сделаю это. И вот эти племянники, да, значит, они пришли, подошли, значит, Аарон, они были племянники, да, как двоюродные братья, да, если сыновья дяди, двоюродные братья. Подошли и вынесли их на рубахах в стан, как говорил Маше. Видите, вынесли их на рубахах и хоронят. Поэтому не в полных одеждах, а как в саванне, да? Хотя говорят, что обычай хоронить в саванне, это был уже принесен во времена Гелиолета. Хорошо. Дальше. Сразу же после этого, да, сказано. 10, дробь 8. Говорил Бог, обращаясь к Аарону так. Вина хмельного не пей, ты и сыновья твои с тобой, когда входите в шатер откровения. Дабы не умерли вы. Это вечное становление о всех поколениях ваших. И Раша говорит, вина и хмельного не пей. Но, с другой стороны, на хлябах проломление мы принимаем вино? Значит, что, нарушаем мы их? Ну, хорошо, если мы принимаем виноградный сок, и у нас такая галаха, да? А вот в пятидесянище с церковью мы пьем вино, да? Нарушаем мы или не нарушаем при этом то, что говорится? Поэтому Раша говорит так. Вина и хмельного не пей до опьянения. Но если человек пил вино с перерывами, или вино было разбавленной водой, то он мог выйти в храм. Хмельного дальше. Есть такая комментария. Хмельных напитков, которые делают из пшеницы, меда и фиников. Помните, что я все это рапунька? У нас самое главное варенье из жито, то это у вас, мы сказали, из жито, а у нас из буряка. То есть, значит, вино пить можно, а водку нельзя пить. То есть, делали из пшеницы, меда и фиников. Значит, дальше. Некоторые говорят, что сколько нельзя пить? Нельзя входить в храм или молиться тому, кто выпил больше, чем называется ревиит-хок. Сколько это ревиит-хок? Евреи все точно вычислили. Это 29 кубических сантиметров, то есть 2 столовые ложки вина. Итак, на хлебоприловление, если вы выпьете меньше 2 столовых ложек вина, вы не согрешите. Да? 30 грамм примерно. Это 2 столовых ложки. И главная задача, чтобы могли отличить священное от несвященное. И чистое от нечистого. И это цель дальнейшего, что говорится в этой книге. Видите, священное от несвященного и чистое от нечистого. То есть, что-то было в этих сыновьях Аарона, что помешало им различить святое от несвятого, да? Чистое от нечистого. Итак, что же это может быть? Опьянение приносит, говорят мудрецы, 3 недостатка. Пишите, опьянение приносит 3 недостатка. Первое – сонливость. Второе – чрезмерную самоуверенность. И третье – снижение ясности ума. Снижение ясности ума. Акаген, когда мы говорили, совершает службу, да? Его голова должна быть чиста. Какую голову иметь? Рож, кар. Да? Да, рож, кар. Голова его должна быть ясна. Также запрет алкогольных напитков относится к человеку, который должен выносить какие-либо решения, судебные или галактические. Иначе рассудок перестает ему подчиняться. Еще мы можем быть опьянены, и это может быть тоже так, как мы говорили. Некоторые люди опьянены собственной гордостью, да? Собственной самоуверенностью. То есть, они допустили гордость и чрезмерную самоуверенность. И когда на них смотрели, казалось, что они пьяные, да? Помните, кто был пьян без вина? Если мы опьянены Духом Святым, это одно. Но даже если мы опьянены Духом Святым, разность, ясность ума, да? Мы должны сохранять. Мы должны сохранять. Вот. Очень интересные вещи. Мне приходилось читать, да? Мы вот сейчас уже в нашем обзоре истории для первого курса подошли уже к западным евреям, да? К западным готам, которые там встречаются евреями с вандалами. Вот такие были интересные ребята-вандалы. Видите, случился на Украине голод на берегу Осовского моря. И они двинулись сначала в Германию, потом во Францию, потом в Испанию, да? Потом даже дошли эти вандалы до Северной Африки, да? Потом они переправились через пролив в Рим, разграбили Рим, вернулись обратно. Все проели, пропили, прокутили. И единственное, что сейчас остается, значит, среди туарегов местных людей, местных людей, которые там вот живут, значит, встречаются голубоглазые, светловолосые и ругаются они по-русски. Видите, в этом племени есть такие русские слова, как баба, курва и так далее. Вот таким образом, вот таким образом, да, они пропили, прокутили все, что они имели. Да? Видите, то есть, можно быть, иметь большие богатства и лишиться их. И это для нас очень важно. У нас всегда должна быть трезвая голова, ясный ум и горячее сердце. И даже если у нас, да, так, как вы говорили, мы слишком исполнены Духом Святым, но мы все равно должны это что? Контролировать. Иначе мы будем поступать, как эти же самые вандалы, да? Которые в своих эмоциях были не ограничены. И характер человека можно оценить по трем критериям. Как говорят, бе-ко-со, бе-ко-со, значит, из того, что он пьет. Кос – это бокал, да? Если у него слишком бе-ко-со много, то он око-сеет. Бе-ко-со, сколько он пьет? Бе-ки-со. Из его кармана. Кис, карман, и отсюда кисет. Да? То есть мешочек, в котором что-либо содержится, да. То есть из того, как он ведет дела, честен ли он, и тратит ли он деньги достаточно, или он щедр, или наоборот, слишком скупой, да? Бе-ко-со. Бе-ко-со. Это означает о его делах, ка-се, да? О его выдержке и самообладании. Не теряет ли он их? Итак, бе-ко-со, сколько пьет, бе-ко-со, как у него дела, что у него в кармане буквально. И бе-ко-со, о его делах, которые он совершает, да, выдержка и самообладание. И в гневе человек теряет контроль и употребляется нашими, уподобляется нашими мудрецами идолопоклоннику. Идолопоклоннику. И дальше идет задача научить, 10 глава, 11 стих, научить сынов Израиля всем уставам, которые передал им Бог через Маше. И одна из заповедей, которая сказала Ишуа Мессия, что научите, да, научите соблюдать или делать то, что я сказал вам. Видите, некоторые говорят, что это только об евангелизации. Это не только об евангелизации, да? Научите, научите соблюдать, научите делать. А дальше, говорится, какие нужно было принести жертвоприношения, да. А вот, интересно, дальше происходит еще один случай. Видите, как говорится, первый блин всегда комом, да? И второй блин тоже получился комом. Блин, что ж ты делаешь? Хотели, как лучше, а получилось, как всегда. 10, 16 стих. Козла же для жертвы грека, чеситый, долго искал Маше. Ходил и все спрашивали, где козел? Где козел? Где козел? А что с этим козлом надо было сделать? Что жертвы за грех делали, да? Помните? Ели ее, да? И даже ее, знаете, варили, значит, часть сжигалась, часть поедал священник. А почему варили? Потому что она не являлась жертвой приятной благухания для Господа, да? Она не являлась таким, как жертвой сожжения. И помните, были сыновья одного первого священника, которые с вилками бегали, да? И вытаскивали из котлов самые вкусные кусочки, да. Да-да. А тут вдруг ищут, где козел? Где козел? А козла вместо того, чтобы съели священники, они взяли сожгли. Перепутали, правда? Итак, козла же для грехочистителей долго искал, Моше сказал, что долго искал. Долго. А тот был сожжен, и разгнелся он, или Зара, и Тамара. Еще двое осталось тут. Сейчас еще их тоже Бог заберет. Да и все. И на этом все звезды произношения закончатся. Восьмой день. Двух уже вынесли, сейчас еще двух вынесут, которые козла сожгли. Но Бог милостив, правда? Два раза в одно и то же место воронку снаряд не бьет. И дальше смотрите, как вам. Ну вот вы представьте себе, что вы стоите, и это все как спектакль перед вашими глазами. Почему вы не съели? Почему вы не съели эту грехочистительную жертву на святом месте? Ведь она святая святых. И она отдана вам, чтобы брать на себя вину общество для искупления перед Богом. Правда? Серьезное дело. Видите, когены едят мясо жертвой не для того, чтобы им было хорошо. А для чего? Чтобы брать на себя вину. То есть, участвуя жертвой, коген становится частью жертвы. Хоть будучи неповинным, но он, съедая эту жертву, как бы сам становится повинным. И уже потом тоже должен за себя приносить жертвоприношение. Дальше. И ведь кровью не было внесено внутрь свящилища, а если вы должны были в святилище, как я повелел. Но дальше идет рассуждение. Ну и как-то все-таки Аарон оправдался. Хотя это было и проблематично. Ну, в конце концов, слава Богу, все кончилось хорошо. И Талмуд, трактат Йома, устанавливает такой порядок службы в храме. Сначала утром разжигает большой костер. Перед этим очищает залу. Мы сейчас просто не останавливаемся на этом. Потом берут второй костер от первого костра, из которого берут угли для воскурения благовония. После этого кладут в огонь большого костра два полена. И очищают от золы жертвенник, находящийся внутри храма. Затем очищает пять из семи площадок светильника. Почему очищает не сразу все площадки? Потому что на светильнике должен постоянно гореть огонь. Поэтому очищает несколько. Потом очищает оставшиеся, когда зажгли первые очистенные. Затем окропляет жертвенник, находящийся в храмном дворе, кровью ежедневной жертвы. После этого очищает две оставшиеся площки светильника. Потом воскуривает смесь благовоний и возлагает на жертвенник части ежедневной жертвы. После этого совершается приношение хлебного дара, минха. Дальше первосвященник приносит на жертвенник лепешки, возливает на жертвенник вино. И в субботу, и в Йон-Тов, то есть в праздничные дни, и на Раш-Кодаш приносит также жертву Мусав, дополнительную жертву. Затем опять воскуривается благовоние, и уже после этого происходит послеполуденное ежедневное жертвоприношение. Хорошо. Итак, видите, есть определенный порядок для жертвоприношения. Затем дальше говорится о чистом и нечистом, святое от несвятое и чистое от нечистого. И говорится о законах Кашрута. Ну, я всегда люблю пошутить, поэтому у меня эпиграф к этому стоит такой. В автобусе ярый антисемит делится вслух своими размышлениями об еврейской расе. Стоявшая неподалеку, еврейка зевнула. Я вижу, вы были бы готовы съесть меня за мои слова, съездил антисемит. Ну, что вы парировано, мы же евреи, не едим свинины. Хорошо. Чтобы вы четко, и это может на тесте будет, может не будет, посмотрим, что на тесте я вам так много говорю, что вам придется многое заучивать, правда? Вот что означает кошерно? Кошерно не означает, да, чистое или нечистое в физическом каком-либо смысле, а связанное с чем-то, связанное с чем-то. То есть, вы понимаете сами, что свиняда, если даже она самая чистая, и хорошо ее вымыть снаружи и снутри, она все равно остается свиней. И это не означает освещенное чем-либо. А то была одна такая антисемитская православная листовка, что евреи якобы освещают. Вот не пейте бутылки с еврейской минеральной водой, водой, на которой написано кошерно, да? Потому что евреи очищают эту минеральную воду, брызгая на нее кровью животных. Ну, я не знаю, этот человек тихо бредит, конечно. Вот, понятное дело. Значит, это не означает освещенное и неосвещенное, да? Вот, поэтому, если оно по определению кошерно, то оно кошерно, да? Если слово кошеровать делать, то просто удаляется те части. Допустим, которые являются не кошерной. Поэтому кошерное это не является святое и не является, как мы говорим, чистое или нечистое, да? Но, можно сказать, скорее пригодное или связанное с определенным законом, да? Если оно пригодно, то оно называется кошерное. Кошерное, кстати, может быть не только мясо, да? Могут быть различные другие продукты, а также не только продукты. Здания, одежда, могут быть кошерными? Да, могут быть кошерными. А люди могут быть кошерными? Могут, хотя их и не кушают. По большей части. Ну, по крайней мере, евреи не едят, да? Вот, хорошо. Пришлите нам еще одного миссионера на хлебопреломление. Хорошо. Так. Да, где мне первое? Итак, значит, вы поняли, что такое кошерное, да? А когда говорится не кошерное, нечистое, употреблено слово треф, от слова разрывать. Потому что впервые слово треф употреблено, когда говорится о разорванном хищниках, животных. Значит, есть определенные, значит, иерархия кошерности, да? Прежде всего, что запрещены? Насекомые, да? Насекомые, а также присмыкающиеся, да? Различные рода, да, амфибии и так далее. Из насекомых только есть кошерное такое. Саранча считается, да? Не путайте саранча и кузнечики. Это разные виды. Кузнечики, кстати, хищники. Если вы поем там, не трогал ни козявку, и с мухами дружил, так кузнечики как раз эти козявы кушают. И даже крупные кузнечики поедают мелких кузнечиков. А саранча – это другое совершенно животное. Она питается исключительно травой. И, видите, сама не считается кошерной пчела, да? Но то, что она делает, она делает кошерный мед. Хорошо. Дальше говорится о кошерности птиц и животных. Да, рыбы. Да, еще рыбы, птицы и животные. Да, рыбы. Какие рыбы кошерные считаются? Да, которые имеют чешую и плавники. Да, вот угры, например, там, минога и другие, которые не имеют чешуи, да? Они что являются? Некошерными, да? И есть рыбы, которые не имеют перистых плавников, да? По этой причине осетр, например, да? Он является некошерным. Хотя у нее есть чешуи. Но осетр и акула, например, являются некошерными. Потому что их плавники не содержат перистости. То есть, вот определенных таких вот косточек, да? Которые создают эту перистость. Относительно птиц, там нет четкого установления. Просто перечисляется, какие птицы хорошие, кошерные, да? Какие некошерные. Ну, вот вопрос, например, является ли пингвин кошерной птицей? Многие раввины рассуждали. Потому как некоторые евреи все-таки живут в Антарктиде. Правда? В Антарктиде есть евреи? Есть. А что остается бедным евреем, если кроме пингвинов там некого кушать, да? Да. Хорошо. Все хорошенькие. И цыплята хорошенькие, и козлята хорошенькие, да? Но тут вопрос не о том, как Greenpeace. Кого можно, кого не можно кушать, да? Да. Хорошо. Значит, дальше, когда говорится птиц, можно так сделать. Такой пример. Некоторые говорят, что кошерные. Но, с другой стороны, оно питается рыбой. Многие рыбоядные птицы являются некошерными. Кто знает. Поэтому я говорю, что это спорный вопрос. Насчет пигнин. Хорошо. А вот какие признаки кошерности птиц, которые вы вообще не знаете никогда, да? Хищные птицы являются некошерными. И по этой причине птицы, если вы посмотрите, кошерные птицы, утки, гуси, да? У них сзади один палец, а три пальца идут спереди. А у хищных птиц два пальца спереди и два пальца сзади. По этой причине попугай, хотя он не считается хищной птицей, он является некошерным. Он является некошерным. Если говорить о животных, то строго перечисляются два признака кошерности. Какие? Копыта раздвоенные. То есть, те животные, у которых нет копыт, вообще тут не говорится, да? И есть желудок сосудной такой, который отрыгивается, да? И он жует жвачку. То есть, обычно этому удовлетворяется крупный и мелкий рогатый сход. Но вот свинья находится в таком положении странном. С одной стороны, она имеет раздвоенные копыта, да? С другой стороны, жвачку не жует. Говорят, были в древности, если вы посмотрите первобытных животных, да? Такие хищные свиньи, где-то метра полтора-два в холке. Да, и они являются очень такими серьезными хищниками. Хорошо. И свинья, ее всякие нечистоты, да? По этой причине она не является кошерной. И верблюд, который, хотя, да, что-то там, жует жвачку, да? Но у него копыта не той системы. Граната у него не той системы, значит. Он тоже не подходит под это. Остальные животные, если они подходят под это, то все хорошо. Второе требование, что даже чистое животное, оно должно быть убито, кошерное животное, каким способом? Способом шхиты. То есть, удалить кров. Потому что кровь является, да, не кошерной. Кровь в любом виде является не кошерной. Причем запрет крови – это только для евреев или для всех? Для всех, совершенно верно. И поэтому существуют способы кошерования пищи. То есть, даже курицу надо удалять каким-то образом кровь. Если вы видите какие-то сгустки крови, да, в животном, то оно тоже является не кошерным. И третье требование – молочную и мясную пищу евреи вместе не едят. Но это, в данном случае, вы должны знать, что оно что? Является к чему? Является просто оградой. Оградой к закону, что не есть козленка с молоком матери. Конечно, живя с евреем, мы можем это соблюдать. Но сами некоторые евреи, например, евреи, живущие, да, приехавшие из Эфиопии или из других стран, не являющиеся раввинистическими евреями, они не, они не, да, они не придерживаются этих законов. А ламу можно кушать? Лама, лама. Лама или гуанака. Вот вы приехали в Аргентину, скажем. Лама и гуанака являются разновидностью верблюда, чтобы вы знали. И хотя они живут жвачку, да, они не являются кошерными животными. Хорошо. Итак, а нам нужны, а нам нужны, нам нужны такие вопросы о кошерности говорить, да, мессианским евреям? Или нам все равно как? Я думаю, нужны. Во-первых, мы это являемся частью еврейского народа, да? Поэтому то, что для евреев хорошо, хорошо для нас. Во-вторых, кашрут – это вообще полезная вещь, да, для здоровья. В-третьих, мы должны видеть, что если мы даже то, что мы едим, да, и мы исследуем то, что входит внутрь нас, и мы таким образом постоянно едим, благодарим Бога, едим, разышляем о Боге. Если мы что-то не едим, мы тоже размышляем о Боге. Хотя таких абсолютно строгих законов кашрута, который слишком, да, применяет людей, я думаю, что тут можно быть более свободным. Во всяком случае, у нас должна быть галаха. И треф – это мы говорили, да, это от слова «разорванная». Вот даже кошерная может быть стать трефом. Ну, например, если при разделывании курицы, вы находим внутренностью ее гвоздь, булавку, иголку, или обнаруживаем в дырку какой-либо из внутренних органов. Вот по этой причине, если, например, вы охотитесь, да, и стреляете в птицу, и что с ней дальше делается? Она становится некошерной, да? Да, то эту птицу на охоте убитую евреям не рекомендуется кушать. Если нога или крыло птицы оказались сломанными, или имеется перелом затылка, и тогда у птицы найдено множество шеи и так далее. Это является некошерными животными. Кровь – это душа. Кровь – это душа. И надо уважительно относиться к крови. Поэтому запрет на есть кровяную колбасу и так далее, он действительно только для евреев, для всех. А для христиан, тем более, и это подтверждено Новым Заветом. Хорошо, делаем перерыв.